Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша из Брисбен Австралии с очередным видео, где все ведется без монтажа, без редактирования и говорим только о правде. Сегодня видео будет немножко другое. Обычно я нахожу тему, которую считаю интересным мне и людям вокруг меня, развиваю эту тему, даю как бы пищу к интересу какому-то и жду комментариев. И я пробовал несколько разных тем. Я пробовал здоровье, я пробовал тренировки, я пробовал в Австралии, немножко туризм Австралии, я пробовал как бы рассказывать о себе и всякое другое. И была реакция, но реакция очень как бы фактически одинаковая везде. И мне интересно, из тех людей, которые уже подписались, какую тему вы хотите, чтобы я больше развил? Я могу говорить на разные темы, могу говорить много, могу говорить мало. Если вам интересна какая-либо тема, пожалуйста, назовите ее в комментариях внизу. Также, если вам интересна какая-то тема, многие люди говорят, что я даю слишком много информации, и это неинтересно, неинтересна ни биология, ни как все работает. Просто скажи, что нужно делать, и мы это будем делать. Вопрос первый. Интересна ли именно такая информация? Грубо говоря, я могу сказать, нужно принимать витамин К2 в двух единицах. Это все не правда, а просто как пример, да? Или будет интересно, когда я, допустим, расскажу, откуда витамин К2 берется, где он находится больше всего, какую функцию выполняет в организме, с какими витаминами он работает, для каких витаминов он важен, и вообще, какая суть этого всего. То есть, я могу пойти немножко дальше в биологию, и в смысл, как тебе объяснить информацию. Также я только же записал еще одно видео на английском, где я рассказывал... очень много вопросов идет о том, как это вот похудеть. И я сделал отдельное видео, которое по-русски так и назвал «Как похудеть». И люди почему-то до сих пор считают, что, чтобы похудеть, нужно больше тренироваться, больше двигаться. Иногда некоторые считают, что нужно меньше кушать. Но никто не видит зависимости между, почему мы едим, для чего мы тренируемся, что мы делаем в жизни. И мне бы, допустим, хотелось развить эту тему немножко побольше. не для того, чтобы учить людей, что делать, а для того, чтобы дать понять, почему, если что-то люди делают, и это не получается, по какой причине это может произойти. То ли это причина дисциплины, то ли это причина традиций, то ли это причина культурная, то ли причина привычек, то ли люди просто не понимают, то ли не хотят ничего делать. Но в конце концов, я думаю, как я, как каждый из нас, сталкиваться с каким-то результатом в жизни, который нам не сильно приятен. И от этого результата мы начинаем, как бы, искать дорогу и причину, чтобы было лучше. Я считаю, что все люди одинаковые. Первая, как бы, возможность исправить что-то, это хочется сделать быстро и дешево, да? Допустим, заболел, дай таблетку. Или, допустим, набрал вес, дай какой-нибудь напиток или шейк, или какой-то курс медицины, чтобы убрать вес. То есть, задача этого канала, когда я его начинал, мне хотелось объяснить людям, что если что-то наращивалось годами, и вы пришли к моменту, когда это не нравится, или хочется изменить, нельзя все поменять за день, за два, за неделю. Нужно понять, как вы к этому пришли, и как от этого, допустим, избавиться. Может быть, за более короткое время, чем то, как вы к этому пришли. Но если какая-то привычка у вас развивалась, я знаю, там, месяц, два, год, десять лет, нельзя это все быстро исправить. И я могу говорить на тему, допустим, психологическую. Был интересный также момент, когда я столкнулся с одним спортсменом, который был один из самых лучших поповцев в мире. Он был австралиец. И он выиграл пару олимпийских игр тоже. Я не буду называть имена. И когда он пришел к тому, что он самый лучший, все, в новостях начали просачиваться, как бы, этот вот, как бы, моменты, что он там поругался с женой, потом она от него ушла, потом он бросил плавание, потом он разгромил квартиру, в которой он отдыхал на выходных. И, в конце концов, человек просто перестал быть тем, каким он был раньше. Идея еще другая, психологическая, которая мог бы развить. Мне, допустим, она тоже интересна. Да, вот мы стремимся к чему-то, да? Если мы, допустим, шли всю жизнь, или там, месяц, или там, неделю, к тому, к чему мы стремились, мы этого добились. Что вы чувствуете? Вы чувствуете победу, или вы чувствуете пустоту после этой победы? Этот канал также можно немножко расширить на психологические части жизни, потому что много вещей, которые происходят вокруг нас, это не то, что именно происходит, а то, что мы ощущаем. Иногда наши ощущения может не совпадать с реальностью. К чему я хочу сказать? Я сделал этот канал для того, чтобы помочь людям. Помочь людям можно только тогда, когда мы слушаем людей, мы понимаем людей, и мы пытаемся понять, что происходит вообще в жизни вокруг нас. И так как я говорю в камеру, я не знаю людей, которым я могу теоретически давать совет, но хочется, чтобы те знания, которые у меня есть, каким-то образом перешли в ту помощь, которая нужна людям. И мне очень трудно помогать, если нету этого, не знаю, как бы возврата, когда люди говорят, о, это было интересно, а что ты посоветуешь туда, что ты посоветуешь там. И хочется, чтобы я делал те видео, не которые мне нравятся, а которые я чувствую, что каким-то образом, большим, маленьким, коственным, помогают людям. Поэтому это видео просто, вот я выкинул, наверное, уже 5 или 10 разных идей о том, о чем я могу говорить, или хочу говорить, или должен говорить. Но я хочу, чтобы мои желания и мой канал совпадали с желаниями и интересом людей, которые слушают. Давайте под этим видео комментировать, давайте мне советы, давайте обсуждать. Если какая-то именно тема интересна, не стесняйтесь, темы будут разные. Есть вещи, которых я ничего не понимаю, и я не буду на эту тему делать видео. Но есть вещи, которые, допустим, мне интересны, которые я очень много читаю, и я буду делать на эту тему видео. Поэтому, пожалуйста, я заканчиваю это видео, наверное, прямо сейчас. Комментируем, дайте им знать, что из того, что вы уже видели, слышали, хочется развить. И также не стесняйтесь говорить, что то, что я говорю в прошлом. Я не думал, что так интересно. Прекращаю, потому что хочется знать на другие темы. Любой позитив-негатив, все в комментариях, буду читать, буду понимать, буду меняться. Большое спасибо вам за то, что вы подписались на канал, нажали лайк, нажали на колокольчик. Я буду стараться делать еще больше видео под темы, которые интересны людям. Спасибо большое за ваше время.